Привет, друзья! С вами Сан Саныч, Александр Валерьевич, и вы на YouTube-канале «Взрослый разговор». Сегодня 20 октября 2023 года, и мы традиционно вещаем вам из Одессы. И, конечно же, внимательный зритель знает, что по пятницам мы делаем обзор нового рынка, а он у нас за спиной, значит, ничего не меняется. Сейчас мы пойдем туда-вовнутрь, и будем для вас узнавать свежие цены на все продукты, которые найдем. А искать мы будем мясо, причем будем искать баранину, свинину, говядину, птицу. Обязательно будем узнавать цены на копчение, обязательно будем узнавать цены на молочные продукты, на мед, на овощи, фрукты, ягоды и на многое-многое другое. Видео будет очень-очень крутое, поэтому сразу ждем от вас жирный-прижирный лайк. Если вы до сих пор еще не подписаны на YouTube-канал «Взрослый разговор», то сделайте это прямо сейчас. Под видео есть кнопочка «Подписаться», нажимайте на нее, рядом с ней нажимайте на колокольчик, и вы точно не пропустите ни одного видео на моем канале. Если же после просмотра видео у вас все-таки останутся ко мне личные вопросы, пожелания или предложения, друзья, вот мой инстаграм. Подписывайтесь на меня в инстаграм, пишите мне в личку, я отвечаю очень-очень быстро. Ну и самая важная фишка наших видео в том, что мы не только делаем обзор или не просто делаем обзор, мы еще максимально будем стараться узнавать номера телефонов продавцов, и если вам понравился какой-то товар, вы сможете позвонить и сделать заказ. В общем, не тянем больше кота за хвост и начинаем обзор. Идемте. А теперь торжественный момент, друзья. Все сидят, даже никто не подозревает о том, что доброе утро, здравствуйте, здравствуйте. Доброе утро, доброе. Это вы так подкрались неожиданно? Вообще, да, незаметно. Валерича заслали пораньше, чтобы он притупил бдительность вашу. Викуля, с днем рождения, счастья, здоровья. Да, любовь у вас есть, вот большая, большая и чистая, да. Вот, чтобы все, что вы задумали, получалось, и наконец-то кофемашина заработала. Ну, может не сейчас, ладно. Вот почему нет кофе. Вот почему. Юр, обрати внимание, пожалуйста, почему нет кофе. Я понимаю. Да, и вы талантливый руководитель, мы только что заметили это. Спасибо огромное. В общем-то, мы рады, что мы дружим с Поляныцей, очень много лет уже, и сыты, здоровы, нагормлены. Спасибо огромное, вам спасибо. Вас, совершеннолетие. Ну, а теперь давайте вы нам расскажете все же, что же можно купить в Поляныце. Можно, да. Можно, рассказывайте. Можно также купить вкусный, возьмите, пожалуйста, молодой человек. Я буду как с микрофоном. Конечно. Прямо у меня, знаете, он почти как свадебный. Букет похож на микрофон. Да, да, да. Рассказывайте. Уже? Конечно. Ну, смотрите, я буду так ходить и рассказывать. Можно? Ой, конечно. Вам очень идет. Можно я так буду ходить? Вы как-то похорошели. Да? Мы вас давно не видели. Да? Давно? Да. А, точно, у меня прошлую пятницу не было. И не только. Чего? Чего? Я была рада рождества здесь. Смотрите, у нас частично ассортимент. О, давайте выйдем, да. Мы немножечко, да, выйдем на улицу. Давайте выйдем, мы не против. Да, смотрим на улицу. Мы цена, ассортимент. Так красиво вы сейчас сделали. Мы как депутаты, ближе к народу. Ближе к народу. Вот вы серьезно? Рассказывайте, что у вас тут возле народа. Смотрите. У нас есть пирожочки с мясом. Класс. У нас есть пирожочек с печеночкой, пирожочек горячий с картошечкой и пирожочек горячий с капусточкой. 25 гривен капуста, картошка, печенка и мясо по 35 гривен. Наши шикарные пироги. Вишенка, тыква карамельная. Ого. Молодого человека, да. А я пока пойду... Просто так вкусно рассказывать. Да, да, да. Я сам захотел. Обслужите молодость. С картошкой и с маком. Мы подаем. С картошкой и с маком. Так. Друзья, ну поляныцу можно вот так вот найти. Вот они вот. Вы их видите. Также здесь есть чай, кофе, капучино. Потанцуем. В общем, все есть в наличии. Пока Викуля обслуживает. Также мы напомним, что здесь есть фирменные пиццы. Я наблюдаю сегодня 7 видов. Обычно 10, да? Обычно 10? Да, 10 есть. Но некоторые сейчас пиццы нет. Понятно. Быстро разбирают. Я все помню. У нас по кусочкам. По перроне нет. Так, по перроне, терияки, ассорти, гавайская, сырная, домашняя, мясная. Еще какая-то должна быть. Все пиццы по 200 гривен. Сколько там диаметр? Мы же уже говорили. 40. 40 плюс. У нас больше. 40 плюс, да. Один кусочек, то есть четвертая часть, стоит 50 гривен. Всегда все вкусное. Всегда все свежее. С улыбкой обслуживает. Смотрите, сдачу даже дают. Это вообще неожиданно. Вы всем сдачу даете, да? Конечно, вам тоже дать сдачу. Я умею. Вика, я знаю, что у нас еще хлебушек есть. Мы здесь уже, в принципе, посмотрели. Расскажите за хлебом. Да, хлеб, смотрите. То, что там еще, это тоже отрубной, высевковый, бездрожжевой. И ржаной, злаковый, тоже на заквасочке бездрожжевой. 35 гривен хлебушек стоит наш. Он очень вкусный. Прикуля, я знаю, я знаю, что вам можно звонить и заказывать. Мы показали пиццу. Я знаю, что в радиусе уже 20 километров. 21. 21. Мы добавляем Юрию еще один километр. Я понял, все, что дальше, все, что дальше 20 километров Юра вносит, я бы так сказал. Говорите номер телефона. 096-170-55-20. Пожалуйста, звоните, заказывайте пироги, пиццы. Доставим, испечем на любой вкус. Поменяем вам ингредиенты, если вы какие-то не любите в этой пицце, допустим, или перчик, или лучок, или колбаску на мясо. Что вы хотите, мы вам изготовим. Исполните любые наши желания, все продукты с рынка, все свеженько, все круто, да? Так, и два вопроса еще наших зрителей волнует. Во-первых, пароль Сан Саныча работает? А как же, обязательно. Будет скидочка. А как же, скидочку всегда делаем. И второй вопрос, он, конечно, никакого отношения к вашему бизнесу не имеет. Как вы отпраздновали день рождения? О-о-о, замечательно. У меня получился двойной праздник. Ну, у нас приехала мужа с брата, короче, родственники. Родственники. Муж и брат двоюродной с женой. У него тоже был юбилей. Ух ты! У меня не юбилей, у меня просто. А у нее юбилей. И нас как раз пригласили в ресторан. Ну, так совпало, да? Я так замечательно погуляла, да. Ну что, мы тогда еще раз вас поздравляем. Спасибо огромное. Светите, пахните и радуйте нас. Всегда вкусными. Пока-пока. До свидания. Валерич, а ты что стоишь? Пошли. А-а-а. Не-не-не, Валерича не пускаем. А он думал, он здесь так останется, да? Не-не, идем работать, Валерич. Да. Работать всегда. Да. Друзья, мы очень рано сегодня пришли на базар. Мясо еще не успели разделать, поэтому сегодня, Алена, Алена, доброе утро. Доброе утро. Вы нам расскажете на примере туши, это кто у нас? Бычок? Бычок, да. Бычок. На примере говяжьей туши, что почем будет сегодня, да? Это вообще свежак, это вообще свежак, да, получается? Смотрите. Да. Сначала, да. Пашинка 150, антрикоты 200 гривен. Шея 200. Лопатка будет 230-240, уродина 140, шпондра, ребра тут, ну, все-все-все. Все по 140, да? Да. Галяшка на косточке 100 гривен, без костей 180. Выкатанная, да. Она же дарницкая, да? Да. Теперь с попы. Начнем с попы. Филе 550, биток почечный 280. Его видно, он такой красивый, смотри. Угу. Красивый, смотри, плоский, такой классный. Да. Задняя часть 240, 250, 230, смотря кому сколько. Как договоримся, да? Да. Договориться всегда можно и нужно. Можешь по скрючкам 120, вот это она, я, 180. Крючочки сейчас уже. Люди ходят уже на Новый год, забирают копытца, крючочки. Ну, а вот можешь в морозилочку кинуть, пускай себе лежит, правильно? Пока он есть. Он красивый, геленький. Потому что перед Новым годом по-любому будет цена выше. Доживем, будем видеть, да? Доживем, все будет хорошо. Все будет хорошо. Все вы нам рассказали по ценам? Ну, по туши вроде все, все есть. Получается, что приходить, чтобы застать, нужно пораньше. Вот как мы сегодня ни свет, ни зря, как говорится, да? Да, да, да. Приперлись. Много говядина не каждый день приезжает. Через сегодня пятница. Ну, сегодня пятницу есть всегда. Всегда есть. Алёна, огромное вам спасибо за информацию. На самом деле вы нас порадовали. И для многих это сейчас был какой экскурс, да? Да, интересно. Ну, вот. Даже Валерий сейчас удивлялся, стоял. Ну, то есть одно дело, когда ты видишь на прилавке. Да, вы рассказали, где ж... А ты в токе, когда такую навертили, да? Я не могу понять, как они ее прожаривают, но вертят. Ну, вертят, да? Ну, это красиво, красиво, да. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам. Вот так, Валерич, век живи, век учись. И на базар всегда нужно приходить рад. Красивенько, да? Да. Ну, что, пошли дальше. Егор, доброе утро. Мы рады вас видеть. У вас, как всегда, свежая молодая баранина. Ну, или ягненок, если поправильно. Ягнята, ягнята. Ну, молодая баранина тоже можно так говорить. Ну, молодая баранина, ягнята, это то же самое. У вас всегда все есть? Есть. Всегда. Вот, даже если... Нет, бывает, что... Я же к тому, что даже если чего-то не бывает, то нужно звонить и заказывать. Да, можно под заказ. Под заказ точно все будет? Точно, это 100%. Хорошо, в конце мы попросим ваш номер телефона. Расскажите, пожалуйста, что почем сегодня? Все как было. 400 гривен кара ягненка, 280 за 2 часа, 270 лопатка, 220 шея и 170 гребра. 300 гребен пузюм. Я стою у вас сегодня язычки есть? А, я языки есть. 400 гребен пузюм. Ага. Такие вот кости что? Средневые косточки 35 гребен. Что с ними идет? На шурпу, да? На шурпу тоже кидает. На шурпу кидают. Деликатера с бычьей яйцами у вас бывает? Продал уже. Продал были. Продал были. По чем они были? 100 гривен кило. 100 гривен кило. Вы здесь каждый день, кроме понедельника? Каждый день, кроме понедельника. Понедельник по заказу надо, значит, вышел, отдал, ушел. Говорите номер телефона. Это только для одесситов, по-украинево не отправляете? По-украинево не отправляю. То есть вся эта информация касается только одесситов. Огромное вам спасибо, хорошей торговли. А Валерий, что-то там заинтересовался? Слушай, мне просто вот интересно, да? А если вот взять из реборщик, сделать рулет, то есть пообрезать вот эти вот части, которые вот, закрутить. Смешно срезаю, заправляю туда, есть внутри черносливы, есть урагу, есть просто этот, как его, пшино, пшино, как, ну, зировое, вот это есть. Перловка? Нет, не перловка, а чар, как это называется? А чар так и называется, по-моему. Ну, наверное, и что дальше? Варится, заправляется туда, чесночок, густочок, палочки, заворачивается. Минут сорок час, наверное, да? Час. Час, да? Получается, пшиночки сами вытаскиваются, и потом, да. Супер. Спасибо еще и за рецепт, Валерий. А ты все-таки решил тему рулетов раскрывать дальше, да? Да нет, я просто даже как-то подумал, оказывается, такое и есть. Оказывается, есть. Слушай, спасибо большое. Спасибо. А мы пойдем дальше. Рыбный дворик Аравана, пойдем узнавать свежие цены на свежую рыбу. Вот так вот выглядит рыбный дворик Аравана, друзья. Широкий ассортимент речной рыбы, морской рыбы. Таташа, доброе утро. Браво. Рады вас видеть. Да. У вас, как всегда, можно так сказать, изобилие можно назвать? Можно так. Можно, да? Скромно. Можно так, да? Договорились. 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 Что сегодня есть? Я вижу, что есть все, наверное. Да. Мы просто пойдем по порядку и расскажем, да? Не будем тянуть рыбку за хвост. Лысось у нас вот такой вот шикарный, свежайший. Получили его. 390 гривен за килограмм. Сколько? 390 гривен за килограмм, да. А сколько там? 5,7? Нет. 4,5. 5,6 вот здесь. Парелька. Тоже 390 гривен за килограмм. Ух ты, хорошая цена. Свежайшая рыба. Можно взять у вас целиком? Можно целиком, можно пополам, да. Тоже по 390 гривен получается. Угу. Класс. Вот такие стоечки 500 гривен. Шикарные. Красиво. Да, вот такие вот стоечки у нас. Такие, почему? Вот такие тоже 500 гривен. Есть форель, есть семга на любой вкус. Менее жирный, чуть-чуть жирнее. Вот идет кто как любит. Палтус вот такой вот шикарный стейки 600 гривен за килограмм. Вот палтус красивый, да? Да, пожарить его очень вкусно, шикарно. Вот такие вот шпажки 650 гривен за килограмм. Что? Тунец и семга. Вот такие вот хвостики тоже шикарные. 390 гривен за килограмм. Ракан наш черноморский в ракушке, кто хочет. 200 гривен за килограмм. Так. Креветочка. Креветочка шикарная. Вот это вот размер 30-40. От 30 до 40 штук на килограмм. 370 гривен. Вот такая вот 420 гривен. Тут 25 штук идет на килограмм. Это креветка Эквадор Белоножка. Как ее готовить, расскажите? Тут ума много не надо. Тут нужно много креветки, я понял. Тут ее помыли, поставили в сковородочку. Можно на масло сливочное с чесночком. Я делаю, допустим, сметану свою, высылый чесночок. Все, буквально 3 минуты готово. Без масла, да. Ух ты. Зачем сметану есть, либо сливки, они жирные. И будет чесночный такой сметанный соус. Да. Такая вот безголовая. 600 гривен. Это все Белоножка. Так. Филе. Филешка, да. Филе. Это у нас форель. 650 гривен. Есть семга. Тоже 650 гривен за килограмм. Тоже все реже. Все свежее. Так. У меня вот родился такой бизнес-план. Мы же в Одессе, да? Еще раз, почему вы сказали тушка? 390 гривен. Можно купить тушку, чтобы вы ее разделали? Да. И тогда все будет по цене тушки? Да, все забирайте головах. Вот так, друзья, вот такая вот идея. Шмашки. Шашлык. С осьминога. 50 гривен штука. 50 гривен. А я знаю одного человека, который это возьмет и нам расскажет, как это вкусно. Это как в ковярнике. Это Сан Саныч. Нет. Это у нас Виталик есть. А, у нас есть Виталик. Нет, Сан Саныч все скажет. Так, смотрите. Что с ним делать? Расстаете, как готовится. Да, ему тоже нечего делать. Взяли, на 20 минут замариновали в своем соусе с чесночком. Я ставлю на большой поднос, потому что как бы он бы это самое. На мангал, на гриль, в духовку. 4 минуты и готово. Делать нечего. Это соус вообще легко и просто. Я думаю, что это мы скоро попробуем, да, Варвич? Да, да, да. Да, давайте. Так, смотрите, это тунец. Лоинс тунца. Шикарное одно мясо. 650 гривен за килограмм. Тоже речь же у нас. Нанижаем любые кусочки. Стейки, да? Да, он еще чуть-чуть подмороженный. Поэтому мне это самое. Что нельзя называть? Крусское мясо, да? Русская говядина. Говядина. Русская говядина, да. Смотрите, вот такой шикарный у нас основ. Мы считали просто раз, мы 8 ножек мы насчитали. 8, да. Да, вы пересчитывали тоже? Я сейчас, конечно, конечно считала. Так, 450 гривен за килограмм. Такой вот кальмар розовый, классный, 280 гривен. Тубовские вот такие вот кальмарчики, они тут тоже замороженные, 250 гривен за килограмм. Так, это новозеландская мидия, 550 гривен за килограмм. И она идет в ракушке, можете ее тоже приготовить в духовке. Сливочная, это сливочка сюда, сырочком присыпали. Буквально 3 минуты в духовке, они готовы. Это этот, гребешок, 650 гривен. Был комментарий по поводу гребешка, что нифига это не гребешок. Что вы дурите людей, что это крабовые палочки. Это все неправда. Это никакие не крабовые палочки я лично отдала в лаборатории. И все это все как положено. То есть это гребешок, все равно. Рынки, початок, да. Да. Если кому-то что-то не нравится, придите в лабораторию, занесите. Они вам расскажут, что это гребешок. Ну, или придите, попробуйте и купите. Потому что тоже в диванной комнате. Да, ну писать могут много чего. Так, Сивас. Такой вот шикарный Сивас приехал сегодня. 350 гривен за килограмм. Обалденный, свежечок. Да. Все чистим, все. Можем филе сделать все, что надо. Так, Дорада. Размер 600-800, 350 гривен. Это Греция. Это не Турция, это Греция, ребята. И вот такой 400-600 грамм, 300 гривен. Так, форель. Как красиво. Форель классная. Форель классная. 420 гривен. Она уже... Это личная, да? Да. Она приходит потрошенная уже. Это не мы, в частях. Так. Кефалечка. Но эта кефалька не наша. Это турецкая кефалечка. 230 гривен за килограмм. А она где-то килограммовая, да, в среднем? Нет. Даже меньше? Меньше, да? А вот камбала. А вот камбала, смотрите, шикарная камбала, ближайшая. 900 гривен за килограмм. Сколько она весит на ветр? 2100 гривен. 2200 гривен. Вот, так. Морской рукой. Морской рукой. 260 гривен тоже идет без головы. Тоже можно почистить, обрезать. это вот что лучше всего сделать уху чего он очень сложно запечь запечь хорошо будет очень на уху тоже но запечь или его на мангале он обалденно вкусный так кингри креветочная рыбка без кости это деликатес считается очень вкусно 350 гривен жарить и варить и запекать с овощами супер черноморжки наша сорганчик шикарный 400 гривен за килограмм обалденности но это корешка такая вот классная 200 гривен варабулька турция замороженная 250 гривен ставрида шикарная смотрите 400 гривен за килограмм это свежачок красотка откуда старика это со стороны турции черное море то есть черноморская шикарно так здесь вы сказали все у вас есть шикарная креветка у нас есть уха шикарная 100 гривен за килограмм вот эта обрезь головы можно по 50 гривен за килограмм креветка размер 90 на 120 350 гривен за килограмм если заказываете по украине либо приходит на ящиком 325 гривен вы отправляющих там я отправляю по украине ящик получается 1625 гривен если по 325 рачка такая 450 гривен за килограмм это наша черноморская 450 гривен килограмм то есть там жменьку взять друзья это объезда можно так и корочка есть толстолоба 250 гривен и 450 гривен как молоки 150 опять же это это же креветочка мать 170 гривен за килограмм он уже готов к покажению очень вкусно да еще как вы красиво его выложили раз все утро старались 120 гривен за килограмм гласечка 300 гривен обалденно сколько 200 300 показалось 200 было было пускай будет хорошо пускай . мойва 120 гривен за килограмм что с мойвочкой вы делаете обычно жарим жарим согласен это самая вкусная рыба наверное из замороженных мне больше всего нравится так это кельфалька наша телегу 150 гривен за килограмм короб 240 гривен пиле шикарное судачок 400 ну у вас я знаю вот там вот цех ребята все раздела то есть у вас есть любую рыбу которую можно купить вот прямо здесь на месте можно разделать правильно белая мур вот еще с 3 шкафу так сделано можно взять любой кусочек любой кусочек какой вам нравится то есть 240 гривен вот сюда вот такой вот тоже 300 гривен так пиле толстолоба 220 гривен полгеновский тоже все режем на кусочки можно под засолочку на жарочку это тоже карп чуть-чуть поменьше да и свежая вот такие вот карасюки 85 гривен карасюки ну это карась это карась это карасик нет это карасик есть еще карась а это карасюка будет это карасюка какая-то 85 гривен он прям такой аж возмутился да как ты меня назвала вообще это лещ сколько еще раз я послушал 85 а самый мелкий сколько 75 а лещ 80 80 так что еще здесь есть такой короб шикарный 140 гривен за килограмм 140 гривен за килограмм короб да так вот эти вот коробчуки 150 гривен щука такая крупная 180 150 такой вот тоже 150 гривен судачок Сань почем у нас судак 230 гривен это линь 200 гривен 200 ты какой красивый обалденность да феринка у вас есть феринка да 70 гривен кто-то берет котиком кто-то делает сасу у каждого свои предпочтения и так и так она идеальна в общем употреблении у нас 100 гривен шикарный таташа что это у вас это рулет это рулет у нас же тема рулетов еще в интернете в принципе не раскрыта поэтому мы сейчас будем давайте раскроем разрежем так будет правильнее да да и так это рыбный как вы думаете мне интересно ну я думаю там 4 нет о я угадал класс так 4 рыбы расскажите какая здесь так смотрите это палтис семга тунец и марлин давайте угадаем цену давайте угадаем цену ну 1200 полторы или 1800 полторы ну я просто знаю ладно полторы да я угадал да но попробуем да у нас есть специально обученный человек для этого Александр Валерьевич да у нас дегустатор номер один в мире Александр Валерьевич сегодня ты будешь дегустировать рыбный рулет легендарный мы передаем по Украине 067 721 0808 Наталья Наталья да итак давайте посмотрим как он режется давайте сюда вы же меня в эту сторону не уроните давайте перевернулись все легко и просто а вообще принципиально что он там должен расслаиваться не должен ну блин ну 4 рыбы ну смотрите ну я думаю что нереально что они не расслоились и тут же вопрос наверное в качестве самой рыбы да Валерич ну хочешь не хочешь давай это слишком много это не дегустация это называется давайте пробуйте это называется давай кушай кушай люди ждут пока это вот друзья если это видео вы увидели оно выходит обычно на следующий день значит все нормально значит рулет свежий это тунец это тунец и Валерич жив и здоров попробуйте попробуйте давай тем тоже да дегустация бесплатно пробуйте это тунец это тунец это тунец это тунец это тунец это тунец попробуй остальную рыбу ну тут на самом деле вот таким куском можно наесться потому что рыба калорийная во первых здесь много калорий она жирненькая есть фосфор есть йод то есть это честно говоря так на целый день ну давай что нибудь другое попробуй знаешь вот с темка понятно вот я очень трепетно отношу себя к палтусу давай как он к тебе трепетно относится ты себе не представляешь не просто дело в том что я очень ну 7 лет прожил на севере и палтус был один как из основных наверное праздничных блюд палтус копченый палтус соленый палтус жареный особенно мне нравились пироги рыбацкие с палтусом с вилейкой богатая жизнь она другая мы конечно с тобой не поспорим реально очень вкусно вкусно да? в меру прокопченный в меру насыщен солью то есть ну сказка в общем вопросов нет друзья вы знаете где приобрести такой рулетик рыбный дворик Аравана рекомендации лучшего нашего дегустатора Александра Валерьевича кстати ты знаешь вот такой королевский рулетик значит кощунство наверное пить пиво то есть это нужно коньячок не даже не коньячок а хорошее хорошее запотевшее водочка типа Финляндии там не знаю стерлинга абсолютно бута очень а я бы вот односолодовый виски мне кажется тоже бы хорошо зашел ну наверное не знаю наверное да да ну все Валерь я с тобой спорить не буду тем более человек выросший на семье Александр Саныч ну попробуйте вы я попробую когда уже выключу камеру еще я знаю что у вас есть икорка расскажите какая почем есть да у нас есть кита 800 гривен можно за 100 грамм есть киежущий 800 гривен за 100 грамм есть и горбуша 650 гривен за 100 грамм все что вы отправляете скажите вы все отправляете любую рыбу икра я понимаю что вы отправляете я понимаю что вы вот рулет отправляете и любую рыбу и семгу все что просят ну у меня и бачка просят и ну камбур а условия заказа какое количество надо сказать любое ну смотрите ну у меня не было такого заказа ну хотя бы от 500 гривен ну скажу потому что допустим килограмм гривен я точно ну на новой почте там одну шпажку мы не понесем на почту ну понятно ну было такое я говорю извините но мы не можем вот хотя бы там 4 она затеряется ну да это все нужно упаковать вы же все это как-то упаковывать что идет термопакет или что как смотрите мы вакуумируем все любую рыбу мы вакуумируем и потом специальная термоупаковка в коробке с ледчиком все как и лучше ну и вас все хранится здесь на рынке я смотрю в холодильниках подо льдом все как положено естественно как вы уже сказали на все есть лабораторные подтверждения давайте еще раз номер телефона по которому можно 37721 0808 Наталья Наталья огромное спасибо еще раз друзья пока мы говорили Валерич уже все съел еще раз говорю если вы видите это видео значит все хорошо с рулетом и с Валеричем 100% будут комментарии на руке вверх рука чистая рука чистая и кушал я сам со своей руки а я давала перчатки перчатки и есть салфеточки чтобы потом вытереть и все как положено а теперь отличная новость просто вот купите сейчас по акционной цене форель или семгу какая акционная цена 390 гривен за килограмм 390 гривен за килограмм сколько примерно килограмм 4,5 и 5,6 в общем то нормально очень классно выгодно акционная цена купили и забыли но что делает рыбный дворик каравана ох хитрецы они кроме того что вы покупаете рыбу они вам в подарок могут за это дать могут дать вот такой вот ящик креветки сколько там килограмм 5 5 килограмм друзья что для этого нужно сделать все очень просто при покупке рыбы либо по телефону либо онлайн либо здесь на месте на рынке вы оставляете номер телефона все эти телефоны будут сворачиваться в такую вот трубочку и кидаться в какую-то баночку мы придумаем баночку и в следующую пятницу какого 27 27 октября в прямом эфире в тиктоке рыбного дворика Аравана и у Сан Саныча мы разыграем то есть мы достанем одну из бумажек и вот эта вот бумажка номер телефона как раз вы получите вот этот ящик креветок там 5 килограмм новой почты если вы не местные если вы местные то вы просто придете и вам торжественно здесь вручат его да может быть даже там не знаю цветы какие-то еще барабанную дробь но что-то придумаем в общем друзья еще раз что для этого нужно сделать либо форель либо семга целиком покупаете по акционной цене период покупки с сегодняшнего вот момента выхода видео как вы видите и до двадцать седьмого до десяти пятидесяти то есть десять часов пятьдесят девять минут включительно 27 октября то есть вы даже в следующую пятницу можете прийти и купить по акционной цене если еще будет да будет я думаю но если все не разберут а то мало ли как попрут сейчас да вы можете кстати схитрить тоже купить одну оставить номер телефона вторую оставить номер телефона так же можно делать я думаю что можно не ну 2 короче друзья можно получить на самом деле просто смотрите пять килограмм креветки вы берете друзей подруг не знаю бочку пива кумовей и в общем празднуете поэтому еще раз нужно позвонить по номеру телефона 067 721 0808 или написать на вайбер да заказать вот это либо вот это и в общем то вы по любому получите классную рыбу а еще можете получить и креветку это круто да друзья еще раз следите за прямым эфиром валерий что только посмотри какое сало я такого сало сто лет не видел с ума сойти какая же у него толщина ёлки палки ну-ка давай поверь вот это вот коробок спичек настя здравствуйте здравствуйте вы нас поразили мы стоим вот челюсти отпали какая у него толщина вы не мерили нету сантиметра линейки а длина рулетки нет длину тебе сделать не буду это не знаю это не генеральская это маршальская это не знаю просто ты посмотри какое сало сало гигант вот так вот мы его назовем да ну это один кусочек отрезал и бутерброд готов я даже стесняюсь спросите сколько ж такое сало стоит 250 ну тут понятно тут все понятно наверно и должно быть вкусно его заслить и будет шикар по 180 есть по 180 есть варианты есть варианты надо открыть пиджак знаете есть варианты подешевле а самая дешевая сколько 40 гривен 40 гривен на топочку уже забрали есть есть внутричок да кстати целость пол кусочка пол кусочка то что осталось да или вообще всего с той туши пол кусочка по чем 50 50 гривен килограмм да я смотрю голяшка сегодня просто песня смотри какая мясная красивенькая да не забрать ли ее я подумаю пока 120 за килограмм да хвостики 30 ножки 30 я знаю очень хорошее темное пиво есть по чем ножки по 3 ага я тоже знаю Валерьевич я думаю пока думаю пока не решил 180 180 почеревочек да здравствуйте обрезочки такие жирненькие 40 обрезки с мяска 140 что с ними делают котлеты на фарш на фарш Хорошо. Рёбра, 200 гривен, а что это такое? Биточек, да? Вы ещё не разделали, да? Хорошо, приятно, рада приходить на базар, когда ещё всё в процессе. Лопаточка, вот такая, 220. Такая, 200, тоже всё в процессе. Вы сейчас косточки, да? Да. Ну да, заряжите. Просто сегодня очень рано. За дочек 230. Тоже в процессе. Тоже всё в процессе. И есть шея? Или это не шея? Есть филеечки, есть шея. Вот шея. Филеечка так отрезана, как шея. Прям какая-то заманушка. Почему такая филеечка? Очистится. 300 грн. Филеечки. Что с ней с этой филеечкой можно сделать? Медальончики можно. Вот варна, очень вкусно. Биточки с ней делают. Ну, с шеей, понятно, идеально шашлык. А что ещё, кроме шашлыка, делают с шеей? Запечь очень хорошо. Хорошо запечь. У вас есть рецепт запекания шеи? У каждой хозяйки свой рецепт. У каждой хозяйки свой рецепт. Да. Барень. Шукайте хозяек в магазинах хороста. В рукаве можно шликовать шесточком. Я такую штучку вожу на 10 часов в рассол. В рассол, да? Варю рассол, да. 100 грамм соли на литр воды, лаврушка, перец, горошок и душистый. Остывая до холодного состояния вода. То есть её надо нагреть, да, в начале вода? Проварить. Проварить в рассоле или в рассол сам проварить? Рассол проварить. 100 грамм соли на литр воды. Ну, там штучек 10 горошка, пару лаврушек, штучку душистого. Остудили рассол. Ну, он сам остыл. До холодного. На 10 часов. Я, допустим, запекаю 2,5 килограмма точно в кусочке. То есть, в начале он 10 часов, а потом вы его запекаете? Потом, да. А в чём вы его? В фольге, в рукаве или так? В рукаве. В рукаве. Вот достала, а потом натираю специями. Ага. Обельненько. Каждый раз по-разному. Какое настроение. Под настроение, да. Я понял. То ли с травками, то ли просто чесник, перец, соль, как бы. В рукавчик. В рукавчик. В рукав, да. И сколько? Минут 40, сейчас? Ну, я долго. Долго, да? В запекании, да. Я ставлю температуру сначала высокую, потом на 150 еще на час. Потом томите его, я понял. Ну, кстати, интересно, интересно. Очень-очень-очень. А что даёт вот эта вот рапа? Что она даёт? Равномерно бросать. Ага. Гласс. По-настоящему. Слушай, интересно. Интересно-интересно. Вот прям мне понравился. Я так делаю и шею, и галяшку. Ну, и сейчас как бы уже похолодало, уже шашлык можно сказать, что фактически там мало кто я, а тут себе взял шейку и дома в духовочку. И рульку я делаю таким образом, и качку запекаю таким образом. То есть тоже замачиваете на 10 часов. Универсальный ресепт, да? Интересно. Надо попробовать, я никогда так не делал. Такий кусочек. Если кусочек небольшой, надо чуть-чуть меньше. Шесть будет достаточно, если не больше. Ну, короче, на ночь поставить, да, грубо говоря. И с утра ставить, запекать. И к обеду будет готово. Кругленький. Бо если тоненький, просаливается быстрее. Ага. Ну, дивейте. Я понял. Равномерно. Что вы так понимаете, что можно на выходных делать, при этом еще какими-то делами заниматься, пока течется. Что вы нам еще не рассказали? 230. 230 кг. Что-то продали? Или пока еще? Все рассказали? Биточек все есть? Все рассказали, да. Настенька, огромное спасибо. По каким дням вы приезжаете? Пятница, суббота. Пятница, суббота всегда свежее домашнее мясо на новом рынке. Спасибо большое. До свидания. Продолжаем обзор мясного корпуса. И сейчас будем узнавать свежие цены на говядину у Светочки. Светочка, здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады вас видеть. Я вас всегда радую. Светочка, как всегда, в делах, в заботах. Да. Уделите нам время. Расскажите, что почем. Да, конечно. Конечно. У вас всегда свежая говядина. По каким дням вы приезжаете? Да, свежая, парная. То говядина, то телятина. Ну я сильно молодым не торгую, сильно старым. Средняя. Бывает чуть помоложе, бывает чуть постарше. Приезжаю в пятницу и воскресенье. Сейчас пока есть товар, вот так приезжаю. Да. Отлично. Давайте расскажем, что почем сегодня. Пойдем. Сюда начались ребрышки. Значит, ребрышки и шпондрочка 140 гривен. Глубиночка такая 150 гривен. Дальше, обрезная галяшечка 170 гривен. Пошиночка 170 гривен. Обрезочки 150 гривен. Антрикотик 200 гривен. Вот это кусочек остался еще продавать. Шейк от 200 гривен. Да, на гуляшек прекрасные, чистенькие, хорошие. Лопаточка 230 гривен. Задочек, огозочек, кострец, сек 240 гривен. Вот такой биток передний. Они это мне заказали, конечно, но вот такой 270 гривен. Качалочки 270 гривен. Язычок 350 гривен. Сердечко 100 гривен. Печеночка 200 гривен. Люки 50 гривен. Почечки и 45 гривен. А вот ключосик на холодец почем? На холодец по 100 гривен. 100 гривен килограмм, да? Да, 100 гривен килограмм. О, есть у вас деликатесы? Да, да. О, а что вы этого не показываете? Ну, я знаю. Так стоят тут. 100 гривен килограмм. 100 гривен килограмм. Да, да. Светочка, вам можно звонить и заказывать продукцию? Да, пожалуйста. Но вы не отправляете только для деситов? Нет, только для деситов. Говорите номер. 096-944-22-16. Светлана Новый рынок. Светлана Новый рынок. Огромное вам спасибо. Да, и вам спасибо большое. До свидания. Друзья, все спрашивают, как же найти Настю. Вот она Настя. Настя, здравствуйте. Здравствуйте. Ориентир очень простой. Золотая Курча. Вот так вот. И вот там у нас получается улица Торговая. Вот так вот идет. И вход с улицы Садовой. Я все правильно рассказал? Ну а еще вы у нас символ стабильности. Да. Да. И у вас всегда все стабильно. Королева стабильности. Опа. Валерич, вам новый титул прилетел. Королева. Вы не против? Я не против. Звучит красиво. Красиво. Нет, королева пчел. Понимаешь, это королева стабильности. Настя, королева стабильности. Новый титул. Мы вас поздравляем с этим. Спасибо. А что у нас с ценами расскажите? На этой неделе все стабильно. Но со вторника у нас будет понижение. Ух ты. Супер королева. Супер королева. Супер королева. А у вас уже в пятницу. Через неделю вы нас порадуете более низкими ценами. Но давайте пока расскажем, что почем сегодня. Филе куриное 165. Цыплята 100. Цыплята домашние 180. Филе банан 165. Крыло обрезное 97. Бедрышки 130. Курочка целая 100. Четвертушка 95. Окорочок 110. Суповой 35. Желудочки 70. Печеночка 100. Сердце 110. Ножки 95. Филе бедра 175. Курочка домашний оброллер 135. Филе 135. Фарш бедро 150. Фарш с индюка 165. Бедрышка 215. Филешка 250. Шейка 110. Гуляшек 165. Суповой 100. И хвостик 35. И потрашка индюшины 165. С сердцем желудочек печеночка и сердечки. Оно. Все рассказали. Вроде все. Найти вас здесь можно каждый день кроме понедельника? Да, в понедельник выхода. Супер. Огромное вам спасибо. Посмотрите кто это. Вы только посмотрите. Ну не дать не взять, королева пчел, правда? Леночка, здравствуйте. Здравствуйте. но кроме этого вы же еще пчелиная энциклопедия кроме того вы еще продавец года по версии youtube канала взрослый разговор а вы еще звезда youtube атик тока инстаграма и всех соцсетей которые существуют кладезь знаний а с недавних пор еще и спонсор хорошего настроения кто в теме тот знает вот наша красотка окрыляет до лена окрыляет наша красотка леночка здравствуйте мы рады вас видеть мы рады вас видеть у вас как всегда полон прилавок мед плюс продукты от меда от меда как правильно сказать продукты пчеловодства да валерь что себе уже уже что-то рассматривать акация леночка прошлый раз мы начали тему простуды до простуды сам немножко в нос говорю поэтому как бы и мы вот подняли тему вот огневка у вас у вас лично рекламу мне тоже кстати пишут мне почему-то начали писать в личку я могу сейчас напомнить рассказать более в один день давайте давайте растянем давайте растянем дело в том что да мы в прошлом году уже эту тему раскрывали и достаточно как мне кажется объемно но у нас же постоянно новые зрители вы не забывайте об этом вот у вас очень много новых поклонников я знаю вот поэтому давайте раскрывать давайте начнем с того что такое огню откуда она взялась история давайте я расскажу историю ее возникновения интересно первый на огневку просил внимание наш украинские ученые врач физиолог и я ильич мечников почему говорю украинский потому что он родился в украине в харьковской области закончил харьковский университет потом какое-то время работал в одессе и уехал во францию и жил всю прожил всю свою жизнь во франции работал вместе с луи пастером всю жизнь он занимался микробиологией и получил новинскую премию за то что он открыл погоцитоз это клетки погоциты которые это клетки могут быть пробиему будет просто клетки организма которые могут поглощать и переваривать разные виды бактерий вирусов и тем самым за теорию иммунитета работал он вместе с луи пастером и в одессе он открыл первую станцию это было не 1 1 было во франции луи пастер он изобрел создал вакцину от бешенства и тут первая бактериологическая станция ну ты старая в одессе в одессе она была по украине тут первое и по 2 в мире до по производству этой вакцины и кого кусала бешеное животное делали тут эту вакцинацию кроме этого тут он занимался вопросами туберкулеза вопросами брюшного типа и сейчас расскажу почему именно заинтересовал его туберкулез все дело в женщине мечников был жена два раза и обеих своих жен он очень сильно любил первая жена у него умерла через четыре года после свадьбы от туберкулеза и он так это сильно переживал у него было даже в 2 2 попытки суицида он решил покончить с собой после вот этой первой своей смерти первой жены и его спасли он тогда переборщил что-то с морфием он его выпил вовнутрь мы в общем его откачали вторая же жена его заболела он женился через некоторое время и заболела брюшным типом в очень тяжелой форме и когда он понимал что он ее наверное не вытянется давно оттуда он себе ввел вакцину этого брюшного типа и сам сам заболел но они благополучно оба выздоровели прожили свою долгую счастливую жизнь в этой женщине и вот то что вот он имел вот это такие вот тяжелые потери своей жизни этих от первой жены он занялся вопросом туберкулеза так как он и за просмотрел был микробиологом и изучал разные виды бактерий он посмотрел что в бактерии палочки плохо это почему ее невозможно ничем как бы убить и погоциты не могут ее вот так вот победить но так переварить потому что у нее в оболочке было большое содержание воскоподобных веществ а так как он был еще и белком попутно он знал что есть такая восковая моль которая в своей жизни кроме воска ничем не питается в основном и имеет фермент этот который может переработать и он понял значит в этой личинке восковой моли есть этот фермент и он начал делать вытяжку из этого фермента сделает на достойку восковой моли и благополучно очень удачно многих лечит этой восковой моли от туберкулеза после восковая моли реально для легких она спасение вот при поведе туберкулезе кашли да то есть вот так выглядит сейчас я раньше мечников делал это на личинках а мы сейчас делаем совсем по-другому как а я вам расскажу следующий а вот так вот парам парам пам но пока не дожидаясь следующей серии у лены можно купить настойку огневки давайте почитаем что там написано вам интересно написано при лечении пневмонии бронхида туберкулеза легких стабилизации но это потом все расскажу кровяного давления ну тут от много чего я расскажу какие люди приходят и мне рассказывать что и магнёвка чем помогла никелоидные руки и рассасывает и по-женски очень помогает в общем следующий раз я вам все это подробно расскажу какая цена огневки огневка 100 миллилитров стоит 120 гривен нас насколько этого хватает это хватает на месяц точно на месяц если мне приносит назад бутылочки вот мне приносит от прополисов бутылочки я делаю сразу скидку 20 гривен вот так вот то есть цена бутылочки просто цена бутылочки стеклянная итальянская из капельницы ухты вот так вот друзья супер лен но вы действительно очень полезную информацию сегодня нам рассказали и понятно понятно но вот когда вы будете спонсировать наше хорошее настроение в понедельник и сможете подробнее рассказать в узком скажем так кругу а пока давайте все-таки напомним что кроме огневки у вас есть очень много продуктов пчеловодства и давайте наверно сегодня с них начнем вот пирга пирга да просто вот красавица она вот час ее сезон и и выбивает вот такая цветная она не твердая она не черная ну вот она целенькая все очень пахнет и сладкая супер прополис до сыграм 50 гривен тоже свежат красивенький такой блестящий посмотрите и так же вас и свечки из натурального воска 10 25 и 35 зависимости от размера соответственно горит она дольше чем чем это толще и еще раз давайте учтем что-то натуральный воск натуральный заброски ну а теперь давайте узнаем цены на мед все-таки же вы еще и пчелиная королева с ним очень вкусно пить травяной чай именно вот травяной чай будет классно все цветочные ну и друзья не удивляйтесь это не смолец это рапсовый мед можно сказать что это доник сафора сафора с липой что на него говорят ну чтобы вы понимали в основном который мед такой белый как смолец это в основном сейчас это рапс леночка вам можно звонить и заказывать я знаю что вы отправляете по всей украине и даже не только по украине если есть возможность перевозчика говорите номер телефона а какая-то вас такая ухмылочка почему скажите мне мне очень много звонят и спрашивают только ли по вопросам меда вам звонят друзья огромная просьба я для вас делаю ну такой контент ну мне кажется мега полезный для того чтобы дать вам полезную информацию о продуктах у классных качественных и прошу продавцов номера телефона огромная просьба звонить им по делу потому что звоните предлагать там устроить устроить личную жизнь скажем так вы поверьте у всех все нормально с личной жизнью и еще раз говорю что наша цель наша цель цель этих видео отдать вам максимум полезной информации я думаю что мы с ней справляемся ну давайте не будем перебарщивать и перегибать палку ну просто будьте люди переходить границы леночка вам огромное спасибо хорошей вам торговли ну и мы ждем продолжение истории до свидания друзья мы не меняем традиции если пятница значит окорок оклок оленька здравствуйте мы рады вас видеть окорок у вас как всегда шикарно покрутить его покажите со всех сторон конечно конечно ну что ленька не тянем барабанная дробь а слюна уже потекла ой какая красота ну как он получается такой сочный внутри ну конечно я очень сомневаюсь даже если мы будем знать если даже 99 процентов людей будет записаться вряд ли они станут это делать ну я бы просто пришел вы купил а еще если вы вечерните попробовать да вот он же каждый раз разный окорок оклок 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 покажите ложек вас это такой козырный ножик еще а теперь хочется с вами дружить еще больше тогда оленька валерич пока тщательно пережевывает я по-моему там пару раз пропустил понимаешь поэтому наслаждая поэтому не спеши поэтому не спеши цена такого окорока просто красотища ну и теперь давайте традиционно традиционно начнем сальца а то что у нас уже залишилось все зранку а вот сегодня у нас 270 гривен за килограмм у нас золотистая шкуринка но есть и нюанс сегодня вна больше толстая чем зазвичай у нас она больше тонкая но независимо от этого сало очень смешное 270 гривен за килограмм доброе соленое у нас 330 килограмм тоже очень хорошо так как треба то есть любит сальне кто любит вареный почерпок чесночком из перца тоже классный цена его 330 гривен за килограмм бачки дуже мясный дуже мясный але я наголошу что я бить остальные сколько людей выбор есть всегда давайте не стесняйся тем более подними руку подними руку вверх одну и скажи свободный рот уже заняты да уже заняты так хлопчики трошки одесской кухни сегодня да куряча шейха 250 гривен там свежайшая рыбка нам еще трошки тепленько 450 гривен за килограмм у складе нашей рыбки сюда карп и щука боже разрезла на карму ай да запахно класс ай 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 а вот это не давай вот это валярич не давать это последница буду ждать когда будет сашка появится будешь ждать ну ничего мы не ждем мы на новом рынке стыка красота тут крим мы с моих курках ажеш я трошки ты бочки жареной цебульки ну и на листах а на листах я звертаю увагу на домашний жовтый кольцо а мне вот интересно кто тут все таки придумал фашеровать вот с блинчиком тоже есть пластическая рыба да а вот кто вот это воля обманите его скажите что вы обманить его он хочет быть до поля придумала есть цели целая книга или написала как я придумывала фаршировать меня так легко обмануть когда это вкусно цена супер да но это такая одесская кухня друзья продолжаем сегодня у нас в ассортименте етрушки шекл курячь и колбаска у нас 300 и свинина рубина 350 и е на сельска так уж 350 грн килограмм я вам лечно гадаю есть мангл классно я ты понимаешь и сегодня оля мне напоминает за нас понимаешь пока оля пока оля напоминает вкус я хочу обратить что оля взяла второе но что оле для каждого действа разный нож ты понял ну да и она мне мстит за то что мне не было а да 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 я понял я я хочу что прямо менять и нижнюю ну молодец слушай да далее у нас мясо в ассортименте копчено у нас сегодня 372 кг причем очень классно о шея огонь а если с этой стороны то огнище тут будет биток на любые смазы если вы не любите такое вот прошлое круто не ну не даром не даром цирк рядом вы еще и фокусница я смотрю тут тут это вот тут а шея тут биток это для девочек это для мальчиков так триста семьдесят триста семьдесят да вот такие ж моточки мяса это вырезки из нашего окора триста шестьдесят килограмм это филеечка дальше у нас есть говядина запечена у нас 381 кг это свинина курячий рулет у нас триста сорок ленин килограмм и свинин леп из почировка запеченый шесноком из печи за килограмм у нас тоже достаточно таки нормальный чёткий репорт и есть почировок копченый триста пятьдесят килограмм есть одна тоже у нас альтернатива запечена такая грудинка той сами почировок просто по-другому он бутуется в ласкоткому формат он не нарезается такими густами он сверху со специями я тут бачу смесь специи смесь специи там же секреты опять таки он правда не будет перчайный я бы сказала пряный пряный мы движим и побачим зато вага дуже ясна триста тридцать жир и Валерич обязательно снимайте пробу обязательно снимайте что вы понимаете я хочу вот именно сверху там где именно специи для того чтобы попробовать цена триста шестьдесят килограмм копченый триста пятьдесят копченый триста пятьдесят мясо обалденно а сейчас сверху вот этот букет пряностей вообще классно огонь погаючий кровяночка печена и варена у нас по 180 гривен кг печеночка у нас по 20 гривен кг есть два варианта в колечке шарики запечены у нас сегодня только мясные 280 гривен за килограмм и валюч перейдем медленно но уверенно к вашим губям будь не говоришь друзья сервилаты свиней гавяжий киевская колбаса 430 гривен килограмм 440 смешанный сервилат свинина с гавяданою и таки вот королевский классный сервилан 450 гривен за килограмм мясо сервилина у нас в ассортименте гавяево филеечка боличок 600 гривен и свинина у нас тоже 600 гривен бастурмала у нас 750 гривен килограмм и банкетное меню по 750 гривен за килограмм далее у нас есть вареночка лекарская любительская 370 гривен за килограмм очень классно кстати на завтрак докторская из докторов, любительская из любителей нет там ни один доктор не пострадал при изготовлении все нормально мы проверяли рекомендую на завтрак под яичем несут и вечно рублена колбаса 4500 гривен за килограмм очень классно стоит сотки телячий мясо пробуйте, купляйте, пробуйте смакуйте Оленька, вам что ж можно звонить? говорите на мой телефон 095 17 127 18 вы отправляете уже по Украине? так уже отправляете а? уже отправляете? уже все довольны все счастливы тогда огромное вам спасибо хорошая торговля важная точность Валерича мы накормили ритуалы а я это еще а мы не сказали 500 гривен 500 гривен килограмм на тебе в подарок да заходите да спасибо вам я вам дякую будьте здоровы до побачки я стою и смотрю но мне кажется что цены начали падать да Валерич? немножечко вы грозили что будет повышение но то что я вижу что цена мне кажется что стала ниже друзья вы всегда можете посмотреть предыдущие выпуски потому что мы показываем одну и ту же торговую точку в каждом видео опять таки для того что вы могли отследить динамику цен и вот ну вот гулливер вот на сегодня самый дорогой 75 а все остальное ну мне кажется по 35 и и сможет посмотрим да посмотрим ну посмотрим посмотрим что будет на привозе друзья в общем вот такие цены смотрите пишите ваши комментарии и также сравнивайте ради интереса в течение года вы можете посмотреть цену и сравнить но мы пойдем дальше теперь давайте будем сдавать свежие цены на молочную продукцию Наташенька здравствуйте здравствуйте слушайте как то так мы пока до вас дошли вы так уже все и распродали стараемся да что то мы долго на мясе и на рыбе были да Валерич? наверное что происходит с ценами на молочку расскажите ну немножко цена растет не сильно это сезонные изменения сезонные конечно коробки просто меньше молока молочки меньше поэтому расскажите что по чем сегодня жирный творожок 160 гривен средненький есть по 140 гривен нежирный 100 гривен стопленого молока 200 гривен творожок брынзочка коробка 160 овечка 220 домашнее масло 350 350 яички почем домашний вас 75 гривен а блинчики 160 молочко молочко 35 литр что у вас еще есть сливочка 220 сметана 150 ряженка 50 гривен баночка масло топленое 250 наташенька вам можно звонить и все это заказывать говорите номер телефона 097 439 749 749 и 5 Наталья спасибо вам огромное до свидания мы вышли на улицу смотрите во первых солнышко светит как красиво Юленька здравствуйте и у вас такая красивая витрина и и разные все просто и какие хотите краски и овощи и фрукты и ягоды и зелень у вас да все есть стараемся Юленька ну и только что мы еще узнали что у вас день рождения поэтому сейчас мы бежим за цветами но вас уже поздравляем спасибо счастья вам здоровья спасибо светите нам и пахните спасибо потому что ну вы у нас как спасибо ну короче я не буду говорить как у меня записано в телефоне пускай это останется секретом но там интересная запись спасибо в общем всегда оставайтесь такой какая вы есть спасибо спасибо витрина такая красивая в честь дня рождения или у вас всегда так нет она всегда у нас такая я знаю сейчас больше и больше будет появляться больше разновидностей товара гранатки вкусные пойдут давайте давайте расскажем что у вас есть сегодня ну вот новенький королёк уже вышел узбекский очень очень вкусный сладкий шоколадный ух ты да очень вкусный сладючий сладючий фейкуа уже пошла очень полезный фрукт очень сто процентов йода здесь у кого щитовидка ее обязательно надо кушать хурма уже сезон хурмы начался она такая вот спеленькая мягенькая сто гривен за килограмм шарон уже шарон это вы знаете это хурма с крещеной персик груша и яблоко по чем шарон сто семьдесят пять гривен за килограмм и есть чуть чуть поменьше калибр сто пятьдесят гривен но еще на витрину его не выставляли мандаринки это аргентина очень очень сладкие без косточки сто тридцать килограмм бананы семьдесят апельсины и грейпфрут сто гривен груша восемьдесят пять гривен бара и рикс яблочки все по 25 гривен за килограмм так раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять сортов я насчитал какие хотите есть лиголь ханни крести семеринка голден рихард супер и все по 25 так там у нас помыла да по чем она помыла сто гривен за килограмм есть внутри желтая есть внутри красная так что это за фрукты на каком дереве это гата армянские сладости полевая полевая это кстати очень вкусная штука меня девочки когда-то угощали я помню там орехи да что там еще есть тесто на сметане а внутри мед, орехи и сливочное масло очень кстати вкусно и она диетическая она полезная а королевский киви по чем 50 гривен за штуку так что мы здесь рассказали все да и хуа рассказали давайте напомним что у вас еще можно купить разный хлеб да вот такой у нас есть хлебушек это армянский да да армянский он не всегда бывает такой очень очень вкусный и такой обычная лепешка навсегда у нас есть она идет с печи или стандыра с тандыром и лаваш и наши лавашики вот такие стандартные три лаваша 25 гривен пять лавашей 35 гривен вот самые наши такие вкусные лавашики большие два листа 40 гривен и три листа 55 гривен овощи овощи вот уже брюссельская капуста вышла с самого Брюсселя с Испании с Испании с Испании почти да цена цена 250 за килограмм дайкон уже реледька вышел 80 гривен за килограмм лук пари 150 за килограмм такой лук обычный 20 гривен и салатный белый и фиолетовый 50 гривен и крымский плоский 150 гривен и такой вот есть по 100 гривен на счет неровненький да есть корень сеньгерея 120 за килограмм морковочка 20 за килограмм перцы 50 гривен цветная капусточка 80 гривен брокколи 100 гривен а картошка почему у вас 20 гривен за килограмм 20 гривен капусточка капуста 20 гривен обычная 30 гривен пекиночка 150 гривен чесночок корень имбиря 200 гривен днем, ровн день спасибо, спасибо, спасибо стебель сеньгерея 130 гривен рассказывать и рассказывать за килограмм лимончик 100 гривен это южная Африка он очень сочный лимон потому что Турция сейчас еще не очень сочный лимончик он подешевле но не сочный и такая спаржа домашняя очень-очень вкусная 100 гривен за килограмм и у вас много зелени у вас много помидоров давайте с помидор пока начнем помидорка значит микада уманская 100 гривен за килограмм желтенькая 130 черри уманская которая красная 280 за килограмм и черри и микада на веточке 200 гривен за килограмм есть еще турецкая черри коктелька 150 гривен за килограмм огурчики о кстати есть еще до сих пор да почему сейчас 250 за килограмм ну понятно а такой огурчик а такой 70 гривен зеленушка цена не поменялась укроп петрушечка лучок по 15 гривен кинзочка 20 салатик 20 щавель 20 шпинатик 25 базилики по 30 гривен за пучочек и те салатики 200 гривен килограмм по чем у нас 40 гривен пучочек 40 гривен пучочек юль ну кроме всего прочего я знаю что вам можно звонить заказывать и вы даже делаете доставку по городу это правда да говорите номер телефона 6 830 40 27 юленька огромное вам спасибо мы не прощаемся да спасибо продолжаем обзор катюша здравствуй здравствуйте слушай солнышко так классно да да как я люблю вот это время когда у вас вот светит солнышко у вас так витринка смотрите друзья какая красивая катюш ассортимент ну сейчас вот парад все есть можно сказать да да яблоки слива слива есть два вида да нет у нас есть три три а вот еще один да да это крупная идет мясистая сладенькая вкусненькая слушайте очень здорово у вас везде стоят ценники то есть зритель покупатель может подойти да выбрать все а что там в баночке по 100 гривен клюква уже есть да да клюква 100 гривен баночки ее хорошо взять перетереть с сахаром друзья кстати очень полезно вот она есть ага так яблок очень много сколько сортов раз раз два три шесть восемь где-то десять видов десять видов да яблоки по чем яблоки все по 25 гривен виноград еще есть да виноградик есть кашмыш и розовый два вида только осталось два вида по чем кашмыш кашмыш 100 гривен килограммчик розовый 120 за килограммчик супер что у нас здесь еще есть гранат гранат 180 за килограммчик любой да любой лимон лимончик южная Африка 100 гривен и турецкий по 80 гривен есть ананас ананасики 200 гривен за штучку облепиха облепиха 280 за килограммчик что это такое это зизифус или унаби почему более понятливо то это финик зеленый финик зеленый финик по чем вам 100 гривен за килограммчик киви киви королевские 350 обычная 120 обычная вон 120 авокадо 80 авокадо 80 лайник 25 25 так здесь у нас есть и королек я смотрю да шарончик это шарончик два вида есть более потверже есть более такой мягенький как хурма по чем 200 гривен за килограммчик хурма есть вот такая по соточке да 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 так груши грушка беррорикс 80 гривен есть такая средняя по 70 гривен бруша красавица красненькая такая 50 гривен за килограмм может у вас груши столько цветов больше чем яблок да а мандарин по чем мандаринчики 120 за килограммчик есть турецкие и есть греция айва есть айва 60 гривен да а грецкий орех 300 гривен за килограмм за килограммчик клубника 250 за килограммчик голубичка 450 и 550 в зависимости от калибра от размера да и мы плавно подошли собственно к овощам борщевому набору да да а это редька я что-то думал издалека показалось что были и дайкончик так редька у нас по 80 дайкон 100 гривен за килограммчик кукуруза это остатки роскоши да ну почти да 30 гривен за штучку есть голубцовая 35 борщевая 25 и есть совойка 60 гривен за килограммчик расскажите что там у нас по чем зеленушка у нас пучочек 10 гривен тыква 50 гривен килограммчик борщевой набор бурячок морковка лучок все по 25 гривен картошечка 20 чесночок почему чесночок 150 и 200 зимний 150 и крупный такой идет 200 гривен кабачок 70 гривен подорожал так а давайте посмотрим с этой стороны у нас тут есть перчик перчики зеленые 50 красные 60 баклажанчики 40 и 45 огурчики огурчики 70 и 80 родничок 250 и не стандарт 130 редиску вижу редисочка 60 за килограммчик и помидорки айсбер 60 гривен штучка есть брюсселька у нас 50 гривен упаковочка сколько там 250 грамм и помидорки много разной помидорки много у нас есть мекада измаил 120 мекада умань 130 черный принт 150 черрики 150 черри мекадные 200 гривен черри амурчики наверху 280 и помидора измаил по 80 черри здесь что цветная капуста цветнушка 70 гривен амфора красавица 130 красивая что с ней делают то же самое то же самое брокколи 100 гривен очень красиво амфора 130 синяя капуста 50 гривен за килограмм и грибочки и грибочки да 130 королевский 140 вешенка 130 и это еще я смотрю полевые да полевая 35 гривен и есть такая по 70 у вас еще я знаю бывают домашние яйца есть они есть почему 60 гривен десятка спасибо большое спасибо хорошом торговле до свидания здравствуйте здравствуйте слушайте ну я вот думаю знаете вот к вам нужно приходить за вдохновением сто процентов вот вы вот солнечный человек вы улыбаетесь на улице сразу погодка как-то такая вот наладилось потому что с утра было как-то так ну немножко у нас не бывает не бывает плохой погоды согласен у вас каждый раз здесь что-то новенькое я в прошлый раз эта осень стояла у меня за спиной вот я смотрю что у вас здесь появились 2 balt propio фальтишком а правильная шерсть и новая курточка и CAT все это хэнд-мейт друзья кто впервые на смотрит алена у нас творец вот давайте так творческий человек вот меня богиня да и смотри это тоже все в единственном экземпляре даже пряжа она не повторяется то есть она эксклюзивно тоже вот эта сумочка это новая это в этой технике вот эти вот пледики наши это наборчик сколько он стоит 5000 это пледик метр семьдесят на 220 уйдет две подушечки у вас можно все это прийти купить вот все что здесь есть картины рукоделие сумочки можно заказать можно заказать на заказ по шьем свяжем и вот сегодня уже ребенок был на живописи сейчас следующие ученики также у вас творческая мастерская то есть к вам приходят детки суда они рисуют у вас они только рисуют и рыбы чего еще лучше вот сегодня девочка чуть-чуть она видела что я пришивала пуговички вот пошила вчера осталось называется выходной пошила дождевичок девочки и пристегивающийся такой вот как шапочка пришивала пуговички а ребенок пока писал говорит можно я тоже пошли я говорю давай следующий раз алена сейчас вот это сделает маленько то есть мы учимся здесь и вязать и шить и крючком из рукодели в общем да скажем так да сегодня это же девочка придет ко мне в мастерскую вязать на машинке хочет мешутку связать вот так мама говорит приведу расскажите пожалуйста вот про вот эти работы что здесь здесь у нас это бисером работы бисера да это такая жаба я уже про нее рассказывала жаба который сядет на пиджак здесь это работы видите новое это я сделала как с камней сваровске украшение вот это тоже это такой к этому идет браслетик с камней сваровске это здесь тоже камни сваровске такой кулон носятся на чокере и вот это тоже камни сваровске красотища да я люблю натуральные камни или камни сваровске есть у вас такие вот миньоны наборами он чеки не набор их нужно покупать сюда можно выбирать можно можно все забрать можно по одному купить да а сколько один такой стоит такой миньончик 100 400 гривен он вязанный да и он приносит счастье удача и только все мои работы приносят только счастье вдохновение вы кроме того что на новом рынке где вы еще находитесь на манежной 26 там у меня тоже мастерская сиска вас можно найти в соцсетях вот есть тик ток друзья вот есть тик ток вот есть инстаграм вот есть номер телефона алена если вы интересуетесь творчеством если у вас какие-то любые вопросы пожелания предложения все что вы видели наши шарики декор мы их уже видели но мы еще раз покажем мы их видели еще прошлый раз да отличная красивая шикарно зима зима тоже прекрасно каждая пара воды хороша зимой это будет красиво ярко конечно беленькой на белом фоне будет или на сереньком а серый сочетается с любыми цветами поэтому серый если даже серая будет хмурое утро и леденек а у нас радужное настроение она не будет потому что с вами хмурого утра быть не может алена большое спасибо приходите у вас действительно вот все в ажуре вот как ажур так алена журиного да мы понимаем все спасибо большое в общем магика монтажа юленька еще раз днем рождения а вы тоже с магией да вот такая вот такие чудеса творятся на youtube канале взрослые разговоры на новом рынке еще раз вам днем рождения счастья здоровья и любви пока пока да да ну не надо вы что ли мы худеем а вы а вы ешьте валишь вам надо вам надо таки мы с вами увидели новый рынок сегодня 20 октября 2023 года взамен на ту информацию которую мы вам показали ждем просто жирный прижирный лайк валерич вот такой вот или такой какой какой вам больше нравится если вы до сих пор еще не подписались на youtube канал взрослый разговор уже нет никаких причин чтобы отказаться от этого просто под видео нажмите кнопочку подписаться нажмите рядом на колокольчик и вы всегда будете получать свежие видео себе на телефон либо на телевизор либо на компьютер где вы нас смотрите ну а если вы хотите задать мне личный вопрос или может быть александру валерьевичу друзья вот мой инстаграм подписывайтесь на меня в инстаграм пишите мне в личку я отвечаю очень очень быстро и не будьте жадинами обязательно делитесь этим видео с друзьями в соцсетях там тоже все очень просто прямо под видео и стопочка поделиться нажимайте на нее и разбрасывайте видео по всему интернету я сам саныч камера александр валерьевич мы с вами самом центре одессы на новом рынке это самый старый из действующих рынков города желаем вам мира добра любви и счастья пока и и Субтитры подогнал «Симон»